Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Под угрозой подтопления. Несмотря на то, что уровень воды в Нарьинмаре не превышает неблагоприятную отметку, некоторые территории окружной столицы оказались в зоне риска. В Нарьинмаре назвали имена победителей конкурсов «Экспортер года» в Ненецком округе и «Умник». Они проводились в регионе впервые и были направлены на выявление и поощрение тех предпринимателей, которые отправляют продукцию, производимую в регионе за рубеж, а также тех, кто реализует инновационные проекты. Для выпускников 2020 года самый трогательный момент их школьной жизни пройдет совсем в непривычной форме. Какие сроки пройдут выпускные и приемная кампания в ВУЗы в этом году? Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Вопрос о проведении референдума закрыт. Такое решение было принято в окружной столице накануне, как результат рабочего визита Андрея Турчака. Об этом сообщается на официальном сайте собрания депутатов Ненецкого округа. В ходе встреч была озвучена важная для двух регионов информация. На встречах в правительстве, которые состоялись во вторник, было принято решение о создании федеральной подпрограммы развития двух арктических регионов – Ненецкого автономного округа и Архангельской области в рамках программы развития Арктики. Подпрограмму требуется представить в октябре на заседании правительства России. К этому времени она должна быть согласована с министерствами. То есть для ее формирования остается всего два месяца, поскольку еще порядка двух месяцев займет согласование. Основой будущего документа будет уже созданная под непосредственным руководством Александра Цибульского программа НАО-100. Предполагается максимально возможное участие граждан, специалистов, представителей общественных организаций округа. Взаимодействие регионов предполагается только в экономической сфере, исключая политические моменты. По словам председателя собрания депутатов Александра Лутовинова, появился исторический и уникальный шанс для Ненецкого автономного округа войти в арктическую подпрограмму с федеральным финансированием «Сделать резкий рывок в развитии нашего региона». И теперь об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе. По данным, на утро 28 мая на территории окружной столицы выявлено три новых случая заражения COVID-19. Один из инфицированных пациентов проходил лечение в терапевтическом отделении Ненецкой окружной больницы, где ранее был зафиксирован очаг заболевания. Еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены у совместно проживающих родственников пациентов, которые также лечились в терапии и были выписаны из стационара домой, где соблюдали режим карантина. У всех пациентов коронавирус выявлен при контрольных мероприятиях в конце карантинного периода. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело в общей сложности 28 пациентов. Как сообщили в окружном профильном департаменте, стационарное лечение проходит 18 пациентов, амбулаторное – 22. На самоизоляции в домашних условиях находится 371 человек, в обсерваторе – 10. Сняты с контроля 921 человек, в том числе 45 за последние сутки. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа проведено 2686 исследований на коронавирус. И теперь о паводковой обстановке. На реке Печора у села Усть-Уса уровень воды опустился до отметки 1 метр 120 сантиметров. Это ниже критерия неблагоприятного явления. На участке Великовисочная Оксина уровень воды сохраняется на прежней отметке. По городу Нарьинмару рост уровня воды сохраняется с интенсивностью 1 сантиметр за 4 часа. Значительные разливы с превышением уровня над выходом воды на пойму на 165 сантиметров наблюдаются в районе села Великовисочная. По данным гидрологического бюллетеня по состоянию на 16 часов 28 мая, в Великовисочном уровень воды держится на отметке 9 метров. В четырех населенных пунктах муниципального образования потоплено 292 придомовые территории и 248 жилых домов, 23 социально значимых объектов. Не функционируют два колодца и котельная. Напомню, с 21 мая здесь введен режим ЧС. В Оксина уровень воды составляет 774 сантиметра. Это выше неблагоприятные отметки на 34 сантиметра. Потоплено 67 придомовых территорий, 25 жилых домов. Девять социально значимых объектов. 23 мая в муниципальном образовании введен режим повышенная готовность. В Харуте на Адзве уровень воды находится на отметке 538 сантиметров без изменений. В Нарьинмаре 570 сантиметров плюс один сантиметр. Потоплена одна дорога на полигон твердых бытовых отходов. Организована объездная дорога. По информации Объединенной гидрометеорологической станции, 28 мая ожидается стабилизация уровня в районе населенного пункта и ниже по течению реки Печора. Несмотря на то, что уровень воды в Нарьинмаре не превышает неблагоприятную отметку, некоторые территории окружной столицы оказались подтоплены, либо под угрозой подтопления. Сдерживать напор воды помогают дамбы. Накануне депутаты городского совета совместно с представителями мэрии на месте осмотрели наиболее уязвимые в ходе паводка районы. Ирина Некешина расскажет подробнее. Затопляется здесь очень хорошо в Малом Качгарте. И проблема еще с той стороны Качгарта тоже есть. Малый Качгард – один из микрорайонов города, который ежегодно попадает в зону подтопления. В период большой воды люди вынуждены добираться до своих домов кто вплавь, кто вброд. Помните, у нас в августе было собрание, общее собрание граждан, на котором люди высказались о том, что необходимо возвести защитную дамбу вообще по всему периметру. Вместе с тем некоторые жители заявляют, что им не нужна с этой стороны дамба. По словам председателя ТОСа Малый Качгард Татьяны Широковой, сложнее всех приходится семье Александры и Николая Каневых, чей дом вперед паводка скорее напоминает островок посреди океана. Вот кадры, сделанные съемочной группой телеканала «Север» еще в 2017 году. Тогда к своему дому супруги вынуждены были добираться на лодке. В 2015 году, вы говорите, вам обещали песок завезть. Нам завезли, ну вот видите его, 15 машин. Вы его видите? Я его в упор не вижу. Мы сделали подсыпку сами, 300 тысяч мы вложили в эту подсыпку, его тоже не видно, этого песка, его здесь размывает. Дом мы поднимали, ну, 3 метра в высоту. Жалко, я вам сейчас не показала свой мост, который идет в баню, он затоплен полностью. Там высота тоже немаленькая, он весь затоплен. То есть тут нужно, нас мы писали, так, в каком году? В 2014, так, в 2015 году нам пришло письмо, что здесь хотят какую-то то ли дамбу в 2019 году. Я говорю, в 2019 году, извини меня, что будет вообще тут до 2019 года? Этого дома, может, вообще он рухнет? Это же деревянное все, это гниет. Все, на этом все закончилось. На дворе уже 2020 год, а ВОЗ и ныне там. Вы видели, как мы там придумываем, какие-то… Да, я там… Сейчас уже все выпало, и мы уходим вот так вот. Это реально страшно для детей. Страшно. Частично решить проблему помогла бы дорога, параллельная переулку Малый Качгард, а точнее, обустройство ее продолжения. Тогда добраться до суши супруги смогли бы по мостовым, как и большинство их соседей. Мы эту проблему, мы ее прорабатывали с Олегом Мануфревичем, с отделом ГОИЧС, со Стайичем Михайловичем. Мы это все прорабатывали. Жители 2012 года дома, они сами понимают ситуацию, адекватно оценивают. Они понимают, что сейчас, когда пришла большая вода, уже бессмысленно туда сыпать, потому что это все размоется. Проблему надо будет решать, когда отступит вода, и тогда мы уже должны понимать, либо мы продлеваем дорогу, либо мы уже делаем такую серьезную заявку, и вот хотя бы с той стороны, может быть, какие-то сооружения берегов крепительные делаем. В прошлом году такая же проблема же была. Она всегда есть, она всегда актуальна, то есть надо как-то решать уже в конце концов, потому что люди страдают от этого. Председатель горсовета Денис Гусев заверил, что эта проблема будет взята на контроль депутатов. Мы возьмем на депутатский контроль, на контроль партии Единой России, регионального отделения и первичного отделения нашего. ТОС у нас активно, и вот Вера Венеровна, общественность активно подключимся к этому процессу. Поэтому мы на наш депутатский контроль с Анастасией Николаевной мы вместе будем следить, тем более многодетно, в следующем году, чтобы какой-то позитивный, по крайней мере, проходы были там, детям сделать. Также в ходе рейда депутаты горсовета осмотрели и другие территории, находящиеся под угрозой потопления. Такие выезды парламентарии проводят с определенной периодичностью. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Новая универсальная машина для коммунальных нужд появилась в чистом городе. Она предназначена для всесезонного содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием. Новая техника предназначена для уборки дорог, причем эксплуатировать ее можно круглогодично. В зимний период она применяется для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаления наката и шуги. Летом машина используется для подметания и мойки дорожного полотна, ограждений, дорожных знаков и элементов обустройства дороги, перевозки сыпучих материалов. Зимой она предназначена для уборки рыхлого снега, для разбрасывания противогололедных реагентов. В данном случае мы используем только песок. В летний период машина оснащена подметальными устройствами, двумя щетками передней и средней, а также поливомоечным оборудованием. Новый автомобиль имеет ряд преимуществ благодаря навесному оборудованию. Например, передняя щетка и средний отвал для уборки с проезжей части ледяных наростов. В Нарьинмаре эта технология будет опробована впервые. Летом предприятие планирует еще пополнить автопарк полезными автомобилями. Прорабатываем вопрос, чтобы приобрести в летний период еще три единицы техники, но это будет чуть-чуть попозже. Добавлю, ежедневно на уборку городских улиц выходит от 10 до 15 единиц различной техники, автомобилей и трактора. И теперь в автопарке чистого города будет две дорожных комбинированных машины МКДУ. Новая выйдет на дороге города после регистрации и оформления необходимых документов. В Нарьинмаре назвали имена победителей конкурсов «Экспортер года» в Ненецком округе и «Умник». Оба проводились в регионе впервые и были направлены на выявление и поощрение тех предпринимателей, которые отправляют продукцию, производимую в регионе за рубеж, а также тех, кто реализует инновационные проекты. Награждение победителей, которое прошло в рамках недели предпринимательства, состоялось в Центре развития бизнеса Ненецкого округа. Мария Даник продолжит. Я хочу вас поздравить победой, будем говорить, в нашем первом конкурсе «Экспортер года 2019». Сельхозкооператив «Ижемский оленевод ТКО» принимает поздравления. Компания на уровне региона признана лучшей за реализацию проекта по экспорту оленей шкур. Только в этом году хозяйство направило в Финляндию 8 тысяч шкур северного оленя. За свою работу победитель, помимо диплома и статуэтки, получил и материальный призым. Это сертификат на обучение деловому английскому на 60 тысяч рублей. И второй сертификат – это на возможность участия в выставочных мероприятиях, которые мы организуем, без конкурсных процедур в следующем году. То есть они бесплатно через нас участвуют в одной выставке с индивидуальным стендом, без конкурса. Конкурс «Экспортер года» в Нейнском округе проводился впервые. Мероприятие прошло по инициативе Российского экспортного центра. Ещё один новый конкурс – «Умник Нейнского округа. Победу». В нём одержали сразу два инноватора. Один из них – Андрей Соколов. Мы собираемся делать экстракты из дикоросов. То есть получается сейчас техническая часть у нас почти завершена. И получается мы сейчас будем закупать оборудование и искать поставщиков этих самых дикоросов. Ещё один победитель конкурса «Умник» Татьяна Дедитцына. Её проект – ноу-хау для Нейнского округа. Мой проект посвящён вермитехнологии, то есть вермитехомпенсированию в условиях Крайнего Севера. То есть эта технология вообще слабо развита у нас в России. И в основном в средней части, где тепло. И вот пойдёт ли у нас вот эта именно переработка отходов животноводства червями у нас или нет. Начать реализацию проекта биолог планирует на своей малой родине в Великовисочном сельсовете. В Тошевске имеется ферма, а значит и материал для проведения исследований. Они займут около двух лет. Именно такой срок отведён на реализацию финансовых средств – это полмиллиона рублей, которые получит победитель конкурса. Всего же участие в конкурсе приняли шесть инноваторов региона. Участников было привлечь не очень просто, потому что это конкурс новый, плюс слово «инновации» немножечко пугает, наверное, людей. Но на самом деле ничего страшного здесь нет. То есть мы хотим пригласить молодёжь более активно участвовать в этом процессе. То есть я являюсь представителем этого фонда в Ненинском автономном округе и окажу необходимую поддержку и консультацию, чтобы подать заявки на конкурс. Поэтому в нём ничего страшного нет. Победа в конкурсе «Умник» – это лишь первая ступень в инновационном развитии. Полученные результаты можно использовать при подаче на следующий этап – конкурс «Старт». Также это конкурс фонда «Содействие инновациям». Там можно получить от двух до десяти миллионов рублей федерального гранта на дальнейшую реализацию этого проекта, на проведение уже исследований конкретно и коммерциализацию. По словам главного финансиста Ненинского округа Татьяны Лагвиненко, два победителя на один регион в конкурсе «Инновации» – серьёзный результат. Ну, и та, и другая тема очень, так сказать, необходима округу. Эта переработка, допустим, с точки зрения экологии – это серьёзный такой подход, причём он реализуемый, реально. И о дикоросах, ну вы сами знаете, что дикоросов у нас много, надо над этим работать. Вопрос прикладного характера, разработки конкретной, так сказать, технологии на территории Крайнего Севера – это очень важно. Заслуженную награду сегодня получил и Василий Шамрай. Он признан почётным предпринимателем Ненинского округа. Мария Даник, Владислав Новскийн, Телеканал «Север». Для выпускников 2020 года самый трогательный момент их школьной жизни в выпускной пройдёт совсем в непривычной форме. Это касается и самого ответственного момента в жизни будущих абитуриентов. Приёмная кампания, вузы и другие учебные заведения пройдёт в иные сроки. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Выпускница 11 класса Екатерина Коваленко мечтает связать свою жизнь с экономикой и финансами. Сейчас школьница выбирает университет и готовится к сдаче экзаменов. Каждый университет сейчас проводит активную кампанию по агитации выпускников. Проходят различные онлайн-конференции. И сейчас активно меняется информация о сроках поступления, о формате поступления. В этом году мы не можем очно отдать документы и прийти проверить каждую бумажку. Мы будем обязаны сделать это всё при помощи ноутбука, компьютера в формате онлайн. Заложником ситуации стал и Ян Ворошилов. Выпускник не так давно посещал экскурсии по вузам и уже выбрал таможенное дело. Как признаётся Ян, привлекла романтика профессии. В своих силах парень уверен. Я всегда уверен в том, что я готов что-то написать, по крайней мере на проходной бал. Но всё равно, учитывая то, что экзамены перенесены и даты немножко смещены ближе к началу уже осени, времени ещё предостаточно и подготовиться ещё на более лучший результат, время есть. Это уже всё зависит от самодисциплины и уверенности в своих силах. Мария Сыровенко ближе творчества, поэтому девушку выбирает между журналистикой и филологией. Сейчас Мария ведёт активную подготовку к сдаче ЕГЭ, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. На самом деле это очень тяжело не только для нас, но и для преподавателей, потому что им пришлось осваивать очень много новых форматов для подачи информации. Это действительно сложно, но мы учимся, мы стараемся. Я продолжаю ходить к репетиторам и спасибо всем площадкам, которые делают обучение бесплатным, подготовку к ЕГЭ. Это действительно выручает. Новый календарный план проведения экзаменов уже сформирован. Так, 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены. Очный этап сдачи ЕГЭ начнётся 3 июля и продлится по 23 июля. Также по всем учебным предметам будут выделены резервные дни 24 и 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в экзамене в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в августе. Как и всегда, приём во все вузы будет осуществляться на основании результатов ЕГЭ для выпускников школ образовательных организаций и по результатам вступительных испытаний для выпускников прошлых лет и для выпускников СПО. В этом году сроки работы приёмной компании конкретные не определены. Это будет зависеть от того, когда будут проведены и предоставлены результаты ЕГЭ. Вообще, старт работы приёмной компании, он не изменился. Работа приёмной комиссии стартует в САФУ 20 июня. В связи с коронавирусной инфекцией университетам приходится вносить изменения в правила приёма абитуриентов. Поступающие в 2020 году будут подавать документы в электронной форме через личный кабинет на сайте ВУЗа. Необходимо будет заполнить заявление в электронной форме и приложить электронные документы, паспорт. Также документы, подтверждающие особый статус абитуриента. Особый статус – это дети-сироты, инвалиды. Документы, подтверждающие индивидуальное достижение. Документы, подтверждающие портфолио, участие какие-то активное. Документы об образовании прикладываться не будет. В этом году документы об образовании абитуриенты будут предоставлять оригинал после зачисления. В этом году САФУ для организации приёма абитуриентов выделил 3393 бюджетных места. Из них по программам аспирантуры – 83 места, магистратура – 680 мест, бакалавриата – 1985 мест, специалитета – 127 мест и на среднее профессиональное образование – 520 мест. Также САФУ организует различные вебинары и онлайн-консультации для абитуриентов и их родителей по решению вопросов поступления. Вебинары, они уже проводятся, вебинары о порядке приёма поступления в САФУ. Здесь я хочу особо отметить о том, что филиал в городе Наринмаре совместно с филиалом в городе Северодвинске мы организовали онлайн-конференцию «Родительское собрание» для выпускников образовательных организаций Ненецко-автономного округа. Эта конференция будет проходить 3 июня в 18.30 и 5 июня в 18.00 часов. Добавлю, подробную информацию по поступлению можно получить по номерам телефона, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полар Транс». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова